Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня я познакомлю вас с прогрессом в строительстве объектов закрытого акционерного общества струнной технологии, на производстве подвижного состава струнного транспорта Юницкого, а также в сфере стандартизации и сертификации. Помимо этого, мы снова совершим краткий исторический экскурс в прошлое. А теперь обо всем этом подробнее. На уходящей неделе в инновационном центре Skyway в Объединенных Арабских Эмиратах осуществлялись следующие виды работ. На анкерных опорах первой линии продолжалась внутренняя отделка и заливка полов. Также выполнялась кладка стен и укладка внутренних коммуникаций. Уже смонтированы автоматические ворота. Помимо этого, производились работы по планировке дорог и площадок на территории данного участка. Специалисты компании продолжили обкатку и настройку Юникара в тропическом исполнении. На второй линии в полном разгаре работы по устройству промежуточных опор, монтажу металлоконструкции и металлизации путевой структуры. В экодоме продолжается внутренняя отделка деревянных стен, чистовая отделка полов и прокладка коммуникаций. Завершена отмостка по периметру всего дома и внутреннего двора. Что касается сооружения объектов Skyway в Республике Беларусь, то на строительстве и производственного корпуса в Королищевичах и анкерных опор второй ферменной путевой структуры в Экотехнопарке все проходит согласно графику. Уделяя особое внимание аспектам безопасности и надежности транспортных средств, группа разработки конструкторского бюро «Бортовые системы управления» приняла решение использовать в перспективных транспортных средствах, равно как и дальнейшую базовую платформу, высоконадежные промышленные контроллеры известной швейцарской марки Selectron. Данные контроллеры имеют европейские сертификаты безопасности и соответствуют промышленному уровню безопасности SIL-2, SIL-4, обеспечивая высокую надежность транспортного средства и его соответствие мировым уровням разработок. При разработке программного обеспечения транспорта с применением инновационного семейства контроллеров ключевое значение уделяется квалификации специалистов. Для этого в закрытом акционерном обществе струнной технологии было организовано их обучение зарубежными специалистами фирмы-разработчика, которое в течение недели велось на реальном стендовом оборудовании на английском языке. Программисты конструкторского бюро научились в полной мере использовать ключевые особенности аппаратной платформы Selectron, способные обеспечить горячее резервирование исполнительных модулей, Усвоили паттерны встроенного языка программирования, обучились работе с пакетом программного обеспечения и средой разработки. Сертификаты, полученные от компании-разработчика, подтверждают квалификацию и высокое качество программного продукта, создаваемого конструкторским бюро Бортовые системы управления. Не прекращается работа по поиску оптимальной конструкции опорных колес транспортных средств, которая должна обеспечивать не только высокую надежность и долговечность колеса, но и наименьший уровень шума от контакта колесо-рельс. Очередная инновационная конструкция опорного колеса, позволяющая достичь этих целей, находится в процессе изготовления. Закрытое акционерное общество струнной технологии посетил представитель международного органа по сертификации SAI Global. Целью визита было проведение надзорного аудита действующих и сертифицированных в компании систем менеджмента в сферах экологии, а также охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. По итогам работы, проделанной специалистами компании, экспертам-аудиторам был сделан вывод об их соответствии требованиям международных стандартов ISO 14001-2017 и ISO 45001-2018, а следовательно и подтверждении действующих сертификатов соответствия. Компания осознает свою ответственность перед социумом за сохранение экологического баланса, рациональное использование природных ресурсов, здоровье и долголетие будущих поколений. Именно поэтому главной целью компании было, есть и останется создание транспорта, отвечающего требованиям нового времени и находящегося в гармонии с природой. А сейчас очередь уже становящейся традиционной рубрики «Это день в истории Skyway». Два года назад на центральном российском телеканале НТВ состоялась премьера документального фильма Сергея Малоземова «Поезд будущего», в котором автор оценил перспективные направления развития железнодорожного транспорта в условиях современной технической революции. Фильм поведал о реальных достижениях отечественных и зарубежных инженеров, последних научных разработках и актуальных транспортных тенденциях. Естественно, немалое внимание было уделено технологии Skyway. Для записи интервью с ее создателем Анатолием Юницким и съемок подвижного состава в действии популярный российский тележурналист посетил «Экотехнопарк». Таков традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии струнного транспорта Юницкого за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект и ваши достижения всегда будут в центре внимания. Строй Skyway, спасай планету!